Мы должны на этом совещании в узком кругу специалистов рассмотреть вопрос о дальнейшей работе нашего нефтяного и нефтехимического комплекса. В данном случае вопрос стоит в очередной раз о поставках нефти в Беларусь, в том числе и с мировых рынков, не только с Российской Федерацией, что мы уже и начали делать. Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так у нас братья с Востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, неважно, какую нефть по мировым ценам, поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно же, не исключая главного нашего поставщика Российскую Федерацию. Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти, в полном объеме. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Нам надо идти к тому, что процентов 30-40 мы будем покупать нефть в Российской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики завозить нефть и процентов 30 через Украину проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим странно. Наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Ну что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться. И самый важный вопрос, переработанную нефть мы должны, конечно же, продать в виде нефтепродуктов. Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому будем продавать, как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень-очень важный вопрос сегодня, и здесь мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенными нашими заводами, это большой ресурс. Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются. Мы это признаем. Из-за введения России налогового маневра неизбежно. Снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства. Но я уже говорил, эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов. Решайте вопросы. Не можете уходить. Поэтому я хотел бы сегодня услышать четкие доклады. Во-первых, прогнозы развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшую и среднесрочную перспективу. Как вы это видите? Что необходимо предпринять для упреждения возможных негативных тенденций? Во-вторых, как выполняется мое требование об организации поставок нефти, альтернативных российским, о чем я только что говорил, что мы имеем на сегодняшнее утро. Третье. Какие резервы по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях сегодня видит правительство? Хочу всех предупредить. Персональная ответственность за все предложения. Каждое предложение должно быть, Игорь Петрович, проконтролируйте с Николаем Геннадьевичем, персонифицированно. Даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятое решение. Поэтому никаких личных пристрастий, никаких личных интересов, только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много, берите любой из них и давайте в этом направлении действовать.